Здравствуйте, дорогая церковь! Меня зовут Наталья. Я узнала от своих родителей, от своей бабушки, что мой дедушка родной, он в молодом возрасте поехал на море и погиб. Такой случайной смертью. Также моей мамой родной брат, дядя, тоже ушел из жизни рано. Но по ночам мне постоянно снились сны. Мне казалось, что я в метро, постоянно захожу в метро, и я падаю под поезд, вот такой скользкий пол. И мне все время казалось, что я срываюсь, и меня вот уносят прям потоком вот этим ветра постоянно под поезд. И эти сны, они снились мне ни день, ни два, они там на протяжении четырех лет, пяти, это постоянно были одни и те же сны. Вот, и либо я падаю с балкона, лечу вниз, и прям вот я это все ощущаю, как я разбиваюсь, как я падаю. Я не понимала, что со мной происходит, я об этом никому не рассказывала, потому что я не знала, кто поверит в это, не поверит, как с этим вообще бороться. У меня еще также с детства от мамы по наследству была увеличенная щитовидная железа, она была третьей степени, и врачи говорили, что всю жизнь я буду на искусственных гормонах. Но моя мама сказала, что вы меня убьете ребенка, посадите печень, я отказываюсь от этой терапии. Я ее не принимала, то есть я никак не лечила свою увеличенную щитовидную железу, она была третьей степени, и диффузный зоб, вот. И это было тоже родовое, как бы это с детства, это по роду. В 19 лет я пришла к Богу, я познакомилась с Богом, я услышала разные истории, свидетельства о жизни, вот такие подобные. Я поняла, что в моей жизни что-то происходит, но вот что-то ненормальное, скажем так. И я думаю, я постоянно думала, как с этим справиться. Ну, как я считала, что проклятие, благословение, оно не проявляется каким-то видимым способом. Я думала, что все, проклятие, все разрушено, я теперь с Богом, все хорошо, мне нечего бояться. Но все оказалось по-другому. Эти сны начали опять мне сниться, преследовать меня. Меня начали посещать обратно мысли о том, что вот я скоро умру, то, что я жить не буду. Мне постоянно казалось, что я чем-то заболею. Так как я находилась долгое время в больнице, там были инфекционные заболевания, лежали люди с открытой формой туберкулеза рядом, еще там были разные болезни. Я очень много наслушалась, очень много. В общем, этот страх, он еще больше вошел в меня. И мне казалось, что скоро это произойдет со мной. Было где-то непонимание, но я знала, что мне нужно бороться, мне нужно сражаться. Я знала, что если есть проклятие, то есть и благословение. И я очень сильно хотела это благословение. Я собрала все свои силы, я собрала все свои возможности, которые у меня были. И я просто взяла себя в руки и приняла решение ехать на библейский колледж. Приехала на библейский колледж, начала учиться, все налаживалось. Моя жизнь, вера моя, она росла еще больше. Я хотела по-прежнему благословения. И перед тем, как я уезжала, я сдала анализы. И мне сказали, что у меня предиазвенное состояние желудка, у меня постоянно кислота во рту была. Я не могла есть ни сладкое, ни соленое, ни жареное. То есть ела только отварное, вообще никакое, все только могла есть пресную пищу. Потому что буквально я пила чай с сахаром, у меня сразу кислота во рту была. У меня ужасные спазмы в желудке начинались. И вот я с этими справками, предиазвенным состоянием, со своей щитовидной железой поехала на библейский колледж. Молилась, верила. И в одну ночь у меня поднялась температура очень сильная. 38-39, мы не могли сбить ее. Те, кто со мной жили, они заснули. А у меня вот этот панический страх, я понимала, я сейчас умру, у меня температура 40. Как, ну, что-то со мной сейчас произойдет. И такой опять страх смерти, он начал просто, вот я с ним один на один столкнулась. И я столкнулась, и я молилась, я говорила, Господь, я хочу жить, я хочу служить Тебе. Я хочу, чтобы это оставило меня чувство. Но оно не уходило, и температура не проходила. И в этот день было пасхальное служение, епископ Андрей Георгиевич проводил служение. Я пришла на это служение с температурой, я стояла на служении. И Андрей Георгиевич Сищенко начал молиться за дух преждевременной смерти. И в этот момент меня прям окутал такой страх. Я начала чувствовать, как просто такое оцепенение в моем теле начало, мое тело начало неметь. Мое тело немело, такой холод был по коже, был какой-то жуткий страх. И как будто на меня что-то вот такое прям сошло тяжелое. И Андрей Георгиевич сказал такие слова о том, что, ну, пастор сказал такие слова о том, что, кто чувствует себя плохо в своем теле, какие-то сейчас ощущения, проявления, выходите. И меня буквально группа порядка просто отнесли на сцену. И пастор начал молиться, и я понимала, просто ощущала, как дух преждевременной смерти, вот просто он уходит. Он оставляет мое тело, и это было прям на физическом уровне. Я чувствовала, как будто что-то тяжелое, оно с меня упало. Вот как будто что-то с меня сняли, и мне так легко стало. И когда я вернулась на свое место, я еще не до конца понимала, что происходит. Но вот такая радость меня наполняла легкость, мне захотелось жить, мне захотелось просто вот... Я как-то по-другому вообще посмотрела на свою жизнь, на вообще на все окружающее. И когда я вернулась домой, когда я вернулась в Харьков, я первым делом пошла, сдала анализы. И когда врач смотрела анализы, мы еще это видно железы, гормоны. Вот она смотрела до Библейского колледжа, после она говорит, вы принимали какие-то таблетки? Я говорю, нет, я не принимала никакие таблетки. Она говорит, ну это удивительно, у вас совершенно разные анализы. Как такое может быть? У вас полностью все в норме. Такое чувство, что вы, говорит, год пропили терапию или принимали гормоны, все, ну, гормоны, все стало в норму. Вот, также я полностью, мой желудок исцелен, я могу кушать все, что кушают все здоровые люди. Могу себе позволять кушать сладкое, кислое, соленое. То есть вообще абсолютно я сдала полностью, у меня даже нет гастрита, нет никакого, вообще никаких признаков болезни. С меня сняли все диагнозы хронических заболеваний. И я просто в радости была, в желании жить, служить дальше. Я благодарна за нашу церковь, за то, что у нас есть учения, понимание и за то, что мы можем жить в свободе. Я знаю, что Бог приготовил для каждого из нас лучшую судьбу, и Бог для нас приготовил благословение, и каждый из нас может получить его, захотеть, сражаться за него. И я вдохновляю каждого из вас, чтобы вы захотели, сражались, получили свое благословение, потому что проклятие — это не судьба для нашей жизни, это не та судьба, которую Бог приготовил для нас.